Ампула, шприц, собака. В участковой ветеринарной клинике номер 3, конвейер. Вакцинация. Саратову снова повезло. Мы первые в стране, кто испытывает на себе изменения в законе о ветеринарии, в части новых правил введения карантина. Теперь город закрыт из-за бешенства. Таково постановление губернатора от 6 апреля. Как говорит главный ветеринар региона, это заболевание со стопроцентной летальностью. Если раньше блокировалась лишь территория, где обнаружен носитель невидимого убийцы, то теперь будут блокированы целые города. В новых правилах четко прописано, что в случае возникновения и установки заболевания бешенством, неблагополучным пунктом устанавливается муниципальное образование. Да, и мы совместно с администрацией города Саратова прорабатывали этот вопрос в начале этого года, еще до вступления в силу правил. А можно ли считать муниципальным образованием, скажем, Ленинский район или Кировский район, хотя бы чтобы нам минимизировать по районам города? Ну нет, ответили нам собственно правовой отдел администрации, что нет. У нас муниципальное образование город Саратов. Поэтому пришлось в рамках действующего законодательства действовать сложившейся ситуации и наложить как бы вот, вернее границы неблагополучного пункта определить собственным муниципальным образованием. На фото виновница торжества, труп лисицы в Ленинском районе. Животное оказалось бешеным. Исходя из постановления, в очаге запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Под угрозой оказалось и открытие Саратовского ипподрома. Оно сопровождается приездом любителей лошадей и демонстрации своих скакунов и заездами. Сейчас на территории только местные лошадники. Их любимцы уже привиты. Но для зрителей праздник отменяется. Вешать подковы над дверью – давняя традиция, что называется «на счастье». Поможет ли такой оберег в случае карантина по бешенству? Покажет время. Первые в группе риска по бешенству – это бродячие собаки. По-новому их нужно называть «животные без владельцев». С начала года информационное поле пестрит сообщениями о нападениях и стаях собак. В управлении ветеринарии заявляют о трех с половиной тысячах животных на улицах города. Единственный способ избежать распространения смертельного вируса – вакцинация. Полномочия на проведение у лечебниц Саратовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. Их три. Отлавливает всего одна организация. Что касается именно животных без владельцев, то есть договоренность доустроя и опять же Саратовской межрайонной станции. По мере того, как животных привозят доустроя, собственно, наши станции, работники станции, ветеринарные специалисты осматривают их, берут под наблюдение и по истечении 14 дней будет проводиться вакцинация. Но опять же, мы потом их должны будем выпустить в естественные условия. Доступ в приют МБУ «Дорстрой» для прессы закрыт, опять же, из-за карантина. Это архивные кадры, снятые до недавней реконструкции. На них и так понятно, что мест нет ни сидячих, ни лежачих. Еще с начала года с организацией был заключен контракт на отлов всего 389 собак. Сейчас обязательства исполнены. Городская власть подала дополнительную заявку на выделение средств для отлова еще 650 особей. Это порядка двух миллионов рублей. Ситуация действительно очень напряженная. Сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы расширить вместимость данного приюта. Такая задача поставлена главой города, Михаил Александрович Мусаевым, до 1 июня увеличить вместимость до 150 мест. Дополнительно, естественно, мы ждем введения в эксплуатацию нового приюта, возводимого в заводском районе. Это будет огромным подспорьем, увеличит возможность отлова на территории города и темпа отлова. И дополнительно, учитывая сложность ситуации, провели работу со всеми частными приютами на территории города, области. Ряд из них выразили готовность принимать животных на передержку. Поправки в Конституцию запрещают грубое обращение с животными. Возможен только отлов. Бесконтрольное размножение бородячих собак породило еще одну проблему – конфликт с зоозащитниками. Недавно в заводском районе был зафиксирован факт стрельбы по дворнягам. Любители животных бьют тревогу. Карантин они считают официальной ширмой для убийства. Я считаю, что под видом бешенства в Саратове, введенный карантин, просто предлог переубивать всех бездомных животных. Тем самым прикрыть свое просто долгое бездействие властей и по поводу стройки приютов, и по поводу стерилизации животных. А когда сейчас набрасываются на волонтеров, если вы хотите, вот о чем вы не построите, то кто у нас уже эти приюты построил, они уже в три раза переполнены. А сейчас, когда они уже понимают, что ситуация просто вышла из-под контроля, абсолютно, целиком и полностью, то мое мнение, под видом карантина они просто будут убивать. Понимаете, вот именно, прям вот так сложились события, и леса нашлась, и бешенство объявили, и когда уже граждане в полном возмущении от количества стаи. Дорострой не справится с этим. Вакцинация восприимчивых животных положена каждые 180 дней. Сейчас укололи уже больше двух тысяч. Многие саратовцы держат дома собак. Вакцину от вируса они делают вместе с другими обязательными инъекциями. Лабрадор Шати имеет полный набор прививок. Хозяин их сделал еще до карантина. Про какой карантин? Карантин подвешенствует в Саратове. Ну, естественно, обнаружили бешеную лесу. А, нет, ну это не слышал. Ну, она привита у нас полностью. У многих собаки летом уезжают на дачи. Там возможен контакт с дикими животными. Поэтому их защищают заранее. Вот только недавно привили. От всех три эти прививки сразу сделали. Все, привиты обязательно. А про карантин слышали? Про карантин слышали, конечно. В последнее время Саратов стал расширяться с бешеной скоростью. Взят курс на присоединение сельских поселений. Встретить распространитель бешенства лесу там не редкость. Таким образом, в последующем город будет закрываться на карантин постоянно. Как говорит зампред областного правительства Роман Ковальский, сейчас пришлось выходить на федеральный уровень, чтобы вернуть возможность понятия локального очага по бешенству. Мы встречались с заместителем министра сельского хозяйства, который курирует блок ветеринарии, Увадьев Максим Иосифович. По нашему мнению, что данные меры относительно неблагополучного пункта, то, что целиком весь город Саратов входит в эту зону, на наш взгляд, что это избыточный. Понимание данной ситуации федеральным руководством есть. Было дано поручение департаменту ветеринарии проработать данный вопрос и до конца мая месяца внести изменения в данные правила ветеринарии. Устно я услышал, что с моей позиции согласились и дали поручение проработать данный вопрос. Исходя из публикации на федеральном СМИ, ветеринарные правила по бешенству планируют уточнить. И этого бы не случилось, если бы Саратов опять не прогремел на всю страну. На этот раз из-за бешенства.